военный обязан выполнять приказ почему умирают новобранцы это не системные явления в армии это трагедия которая к сожалению имеет место потому что это жизнь а дедовщина есть нет такого нет это все стереотипы и он мне всегда говорил если ты не трус то ты должен в армию пойти они же посуду не моют понимаете они картошку не чистят они не готовят сейчас каждый родитель каждый день может писать командир вас это не отвлекает это же моя работа после службы в армии ты можешь получить в любой вуз бесплатно все абитуриенты ринулись бы в армию да но для этого нужно менять законодательство может быть вам нужно в мажилис думаю да у меня появилось желание чтобы мой сын пошел в армию гуль вы 9 лет в армии да у вас у самой есть звание нет нет я гражданская я изначально когда меня приглашали в армию изначально и не претендовала на воинское звание это просто мое патриотическое видение своей жизни что я должна вознести свой вклад почему родители должны доверить вам своих детей нам это кому армия что обороны армия эти армия это часть народа армия это часть государства люди не доверяют своих детей кому-то извне мы есть народ армия это и есть народ и понятие не доверить армии а сделать из них сильных защитников народа понимаете армия призвана защищать народ армия состоит из мужчин и женщин давших присягу жертвовать даже своей жизнью во имя защиты народа нашей независимости это их долг просто перед страной я смотрю на срочников им получается сейчас сколько по 18 лет где-то ну от 18 до может быть 22 в зависимости можно после высшего образования пришел в армию их вот вроде бы недавно только призвали осенью смотришь на них одного роста красавчики да всего прошло полгода и они уже не обучили даже меньше полугода же меньше приняли присягу 24 декабря считаете сколько времени прошло да видите как сильно мужают ребята в армии достаточно какого-то не короткого времени и из молодых где-то может быть наивных парней юношей они превращаются настоящих сильных мужчин которые вот пожалуйста на морозе отрабатывают необходимые навыки слушают командира а послушайте какой голос у командира у офицера который для них как отец это рота почетного караула да у них распорядок дня знаете как в учебном заведении закрытого типа они встают зарядка они завтракают и потом занятия различного рота государственно-правовая подготовка инженерная подготовка тактическая физическая с утра получается там условно подъем затем занятия и после вот на улице да но почему не только на улице в помещении много тактических классов до учебных классов много для этого других средств обучения обед опять занятия вечером свободное время отдых отбой и так каждый день это школа это считаете как учи учебное заведение осуществляющие военную подготовку закрытого типа сегодня такой знаете хороший столичный мороз я предлагаю зайти в казарму посмотреть как живут солдаты проходите вот это класс тактической подготовки здравствуйте здравствуйте ребят вы срочники сколько вам лет поэтому получается мы могли бы могли быть моими сыновьями вас осенью призвали как изменилась ваша жизнь за последние сколько месяцев ну три месяца за три месяца да вы откуда сами караганда ну рядом были земляки и как за три месяца как удачно мы подобрали а что дисклассно что хорошего в основном стали очень пунктуальными начали с собой следить очень хорошо просыпаться вовремя особого подъем а вот сотовые телефоны разрешены в армии забыли про инстаграм тик ток на год но дальше еще училище будете делать военную карьеру после армии у тебя есть возможность поступить военные как раз с этого года мы вводим уже ввели такую норму уже закрепили ее юридически что те ребята кто проходят срочно в процессе срочной воинской службы показывают на самые высокие результаты боевой подготовки за по занятиям они каждый раз получают оценки по пятибалльной шкале точно так же как любом учебном заведении они смогут без экзаменов поступить в военно учебное заведение министерства обороны то есть считаете рекомендация командиров до рекомендации министерства обороны открывает им такую дорогу без дополнительной проверки они за этот год да они за этот год по сути пройдут конкурс на отбор у нас будет возможно следить за ними целый год если в течение года показывает устойчивость стрессоустойчивость до хорошую пунктуальность хорошую дисциплину и главное волю понимаете стремление к тому чтобы получить больше знаний показать себя проявить себя зачем нам еще раз его проверять на экзамене это же десантно-штурмовые войска мне вот интересно когда они будут прыгать с парашютами есть план боевой подготовки он расписан по дням практически по часам где все виды занятий в том числе прыжки с парашютом поэтому я не могу сказать именно когда конкретно но однозначно не прыгать люди платят за это бешеные деньги там за рубежом чтобы прыгнуть с парашютами лишь это не дешево да а здесь ребята он сколько раз вы будете прыгать обычно вот за год сейчас призыв армию всего на год почему сократили раньше живут на два года уходили ну сокращение произошло давно мы отошли от концепции военного государства каким был советский союз да и мы переходим у нас доктрина оборонная мы только обороняем страну мы никогда не будем естественно ни на кого нападать год он позволяет им пройти необходимую подготовку получить военно учетную специальность солдаты сегодня согласно расписание занятий была огневая подготовка выполняли четвертое упражнение контрольных стрельб из автомата калашникова вот сейчас идет калашников да мама дорогая и чистка оружия идет это не опасно на разряжен все проверено вы все строчники ребят сколько вам лет то есть разный возраст примерно 18 это зависит от того есть после школы ребята есть после колледжа есть после вуза сез 18 лет я он сезет кайжақтан сез түркистан аласы түркистан бірші рет статусы ба қолыназда мылдықты и калай кен жақсы юрым кал дек кал дек 4 айтын шынде сезен от сезен хорошо ималай, участки без грязды сезен аласы тент воды выкарки используешь военность сосуду Beautiful a different day обм получается в армию кого-то ведь призывают и без желания нет нету понятия без желания это долг конституционный долг каждого парня и говорит что люди там находят какие-то справки и болячки для того чтобы так сказать есть же законные основания получить отсрочку не избежать законные основания получить отсрочку вот молодой человек если вы учился в вузе он бы имел отсрочку но он добровольно пришел в армию выполнить свой воинский долг и таких много вы знаете таких очень много которые сами есть я даже вот недавно во войской части когда парень взял академический отпуск в колледже чтобы отслужить в армии вы за четыре месяца уже какой раз очистить в неделю у нас получается вот огневая когда бывает потом мы выходим на развод инструктаж вот после этого ну неделю раз четыре на месте чистим распять на это то есть практически каждый день можно так сказать и как вам нравится если честно мне кажется что для любого мужчины все же мальчики всегда там с этими игрушечными пистолетами конечно а здесь все по-настоящему не тяжело физически физически нет не тяжело видите у них до автоматизма вырабатываться навык то есть пройдет время вы его ночью разбудите да скажете почистить автомат он закрытыми глазами все это сделает это делается каждодневной каждодневной вот такой подготовкой и не дай бог я говорю еще раз какие-то будут события ему не надо ничему он все знает он возьмет в руки оружие он знает отстрелял надо почистить потому что если его не чистить а можно это сечку и тогда он может погибнуть это все ничего нет лишнего в армии понимаете когда говорят зачем они то делать зачем они строим ходят зачем-то нет все имеет свое значение все имеет свой смысл а вот эти стандарты как-то меняется то есть они обновляются или вот этот советских времен вот как дело не советских временах это было до советских времен понимаете тысячелетиями мужчины воюют ну что с ними сделаешь понимаете да и это вырабатывается тысячелетиями потому что законы войны они одни и те же меняются лишь виды вооружений а законы войны одни и в любой войне несмотря на то что сейчас разные информационные технологии вы же видите человеческий фактор решает все все в итоге решает вот такой солдат на поле боя недавно я смотрела пресс-конференцию которую выдавали с вашими коллегами в сцк это было вот по-моему в конце января вы рассказывали об образовательных льготах и главным спикером мне показалось что были вы то есть я так правильно понимаю что это была ваша идея да это была моя идея но полностью поддержанная конечно же министерством министром обороны как вам известно с 2022 года министерством обороны инициирована и проводится большая работа по предоставлению образовательных льгот для солдат прошедших срочную воинскую службу дело в том что я хорошо разбираюсь серии образования на как я уже говорила и хорошо разбираюсь в законодательстве сфере образования поэтому для того чтобы принять оперативное решение без внесения изменений в законодательство мы нашли этот путь и он оказался весьма эффективным ребята которые прошли срочную службу смогут поступить в вузы на платной основе без учета енты каждый причем в течение двух лет после службы потому что возможно он будет думать заработать деньги у него есть время а почему не бесплатно бесплатно он тоже сможет учиться мы проработали с вузами и нашли понимание и поддержку со стороны ведущих вузов и скажем так вузов которые понимают значимость военной безопасности и значимость авторитета армии среди молодежи которые предоставляют нам стопроцентную скидку но конечно не для всех в армии служит много людей а для тех кто показал наиболее высокие результаты в процессе службы целый год ребята служат и каждый день у них занятия они получают оценки мы создали программу информационную которая все эти оценки суммирует выводит среднюю и определяет рейтинг каждого срочника те кто получает наиболее высокие оценки в рейтинге имеют возможность выбрать вуз выбрать специальность и получить стопроцентную скидку и также без учета енты на основании собеседования поступить в этот то есть каждый казахстанский вуз дает такую возможность не каждый не каждый сейчас пока подписаны соглашение с около 40 вузами но работа продолжается я уверена что все вузы подключиться просто мне кажется что если бы вы сделали так что условно без ент после службы в армии ты можешь получить в любой вуз бесплатно то я думаю что все абитуриенты ринулись бы не в университеты а ринулись бы в армию да но для этого нужно менять законодательство возможно вам нужен мажориз для этого вы знаете думаю да я думаю что я могла бы принести в этом плане пользу поскольку все эти годы все девять лет я только и занимаюсь тем что вношу изменения законодательства каждая реформа требует прежде всего изменения в законодательстве этот путь мне хорошо известен и найти именно необходимые слова найти необходимые статьи куда внести изменения это очень важно ведь говорят иногда почему закон не работает а потому что написано не совсем так как надо или не там где надо это очень такая творчество законотворческая работа да поскольку я доктор экономических наук а училась я на специальности политическая экономия мне хорошо известны и понятны системные решения системный подход нас этому учили сейчас такой специальности уже нет к сожалению в наших вузах а в советское время когда я училась нас именно обучали подходить с точки зрения взаимодействия надстройки и базиса до межотраслевого баланса то есть системно смотреть на проблему а не точечно другими словами смотреть как растет весь лес они конкретное дерево ваша идея с образовательными льготами мне кажется на самом деле вы даете большую возможность для молодых людей которые окончив школу не поступив не сдав ент да и не поступив вуз то есть у них есть третий вариант может быть там многие же всегда стараются отлынивать от армии да там придумать себе какую-нибудь болезнь не знаю еще что-нибудь да там пораньше жениться а здесь вариант пойти в армию и сегодня мы с вами были вот воинской части я увидела что но там созданы вроде бы все условия пойти в службу это не просто получить возможность получить образование на самом деле это долг каждого мужчины мы про это забыли да к сожалению к сожалению конституция наша определяет что обязанность и долг каждого человека стоять на страже защиты независимости и территориальной целостности нашей страны армия это именно та сфера где понятие защиты родины имеет конкретные конкретное содержание понимаете быть патриотом сидя дома на диване ну скажем так наверное тоже нужно но на деле проявить свое стремление быть полезным своей стране молодому человеку как раз таки на мой взгляд необходимо прослужив в армии или пройти любой вид военной подготовки потому что кроме армии есть еще и военные технические школы есть военные кафедры на мой взгляд необходимо расширить масштаб охвата военной подготовки нашей молодежи на сегодняшний день очень небольшой процент охвачен военной подготовкой что может привести к не весьма негативным последствиям в перспективе если не дай бог перед нами будет стоять военная угроза а сколько вы призываете в год мы призываем в год больше тридцати тысяч с каждым годом эта цифра увеличивается в этом году призыв будет осуществляться где-то в количестве 37 тысяч человек тридцать семь тысяч за этим году замечу что это не только вооруженные силы это национальная гвардия это пограничная служба эта служба государственной охраны и это министерство по чрезвычайной ситуации то что армия потеряла доверие все таки наверное это из-за того что срочники да то есть каждый год мы теряем допустим двадцать первом году насколько я знаю по данным правоохранительных органов 16 погибло каждый раз мы читаем новостях что в такой-то части до новобранец там законе покончил самоубийством или же его нашли там повешенным да то есть сегодня я смотрю на армию да вот я была там смотрела глаза этих молодых ребят ну вроде все хорошо но тем не менее параллельно это происходит да почему умирают новобранцы знаете вот ту статистика которую вы привели в двадцать первом году я думаю речь шла в целом о военнослужащих потому что срочников так много не погибает а когда идут такие информационные сведения воспринимается что все это срочники нет контрактники офицеры да то есть разные категории военнослужащих но надо иметь ввиду что они подписывают контракт они зарабатывают деньги и мы сейчас говорим только о срочниках только срочника то есть цифры несколько другие конечно как говорится всякие ситуации могут быть и никто не может стопроцентно гарантировать идеальную службу каждого человека это жизнь но вы же сегодня видели они 24 часа в сутки под присмотром командиры следят как они питаются как они купаются как они отдыхают как они занимаются они практически не бывают без присмотра если вы затронули тему статистики осмотрели ли вы статистику сколько погибает молодежи в целом в казахстане в возрасте от 18 до 24 лет честно говоря нет вот видите а эта статистика общеизвестна я не могу точно назвать вам цифру но когда я смотрела в процентном соотношении 0,03 от всего мужского населения в возрасте от 18 до 24 лет совершают суицид в двадцать первом году совершили среди срочников 0,01 процентном соотношении в три раза меньше а ведь если эта цифра по всей стране по идее она должна была быть такой же и в армии это же те же самые люди мы же не взяли люди откуда-то с другой стороны это наша страна у нас в три раза меньше суицидов чем в целом по стране а почему а потому что они под присмотром они не остаются вы же видели все расписано по минутам у них нет времени думать переживать о чем-то чтобы не касалось военной службы но конечно еще раз повторяю это жизнь и часто такие случаи бывают просто необъяснимые я сама руководила сферой военного образования и вот военном институте сухопутных войск я помню по моему в пятнадцатом году повесился курсант третьего курса не первокурсник мастер спорта по единоборствам имел какой-то там черный пояс но точно его никто не обижал понимаете необъяснимое ничего не понятно боль для родителей какая боль для нас знаете у меня разбудили в три часа ночи сказали вот об этом и тут же конечно я выехала в алмату потому что это боль это трагедия когда мы теряем молодых ребят но динара эта трагедия вообще в целом на гражданке человек если погибает совершает суицид разве это не трагедия эта трагедия всего общества всей нашей страны конечно армия она на виду то есть когда погибают гражданской сфере это так не оглашается и она как-то проходит незаметно армия на виду я думаю что здесь общество требует от армии да что вот мы родители доверяем вам своих сыновей будьте добры через год верните нам наших целой сыновей в целом в целости сохранности и вы сами говорите что армия на виду то что происходит в жизни ну как бы народ общество не замечает а здесь ну действительно все как бы очевидно да вот я как раз тоже это хотела сказать что есть понимание что он же под вашим контролем был значит вынесете ответственность и мы же не отказываемся от этой ответственности мы же берем на себя эту ответственность и мы проводим в постоянном служебное расследование мы следим мы сводим к минимуму если бы вы взяли статистику не знаю лет 15 назад просто я сейчас уже нет вы бы увидели что сейчас ну в разы если не в десятки раз сократилось сократились вот такие случаи и чтобы понимали армия это всегда стресс для молодого человека выйти из зоны комфорта до из теплой постели сегодня мы там сами новобранцы об этом говорили до когда мама там обхаживать следить наделали ты шапку они как и все в один голос об этом говорили что мы вышли из зоны комфорта а ведь мужчина должен через это пройти понимаете истинное понимание мужчин должен ли как вы думаете да вы знаете может быть я старомодна в этом но я считаю что должен жизнь она вы знаете никого не жалеет и мама не будет и папа не будут рядом всегда со своим сыном а закалка не только физическая психологическая закалка выдержать стрессы не сдаться не отступать преодолевать все испытания и сохранять при этом свое достоинство свою честь и долг перед родителями понимаете да перед близкими перед страной если мужчина себя не чувствует защитником он не чувствует что его сила физическая его талант военные не нужны этой стране ну тогда а что как ему дальше жить он может быть бизнесменом учителем юристом кем угодно но он должен быть при этом защитником родины ребят можно посмотреть что вы тут проходите восьмой класс почему 8 класс повторяю но именно физику группу так может собирать вспоминаете свой восьмой класс гражданской авиации поступать по алмате давайте постучать а сами откуда родом полу да и как вам здесь в армии отлично стереотип все это что в армию а страшно было ну когда пришел военкомат когда на лысо побрели тоже непонятные ощущения были в поезде кадре а когда уже пришел недельку обосновался мне кажется родители больше себя переживают когда вода волнуется отец более-менее как мужчина спокоен просто поддерживать передать привет родителя вы здесь всего три месяца до 4 4 как поменялась ваша жизнь за эти четыре месяца дисциплина может то есть у вас раньше вот и в прошлом классе тоже да ребята говорили про дисциплину видимо вы в жизни это спали до обеда режим по-своему повлиял в лучшую сторону я например пришел я был удача вы здесь на режиме вес набрал именно мышечную массу уже начал набирать по физической подготовки стал лучше ну как мужчина уже оружие подержал в руках пострелял тоже по своему интересно даже еще будете прыгать с парашютом здоровья стало поинтересно ну как в этом плане встаешь уже более бодрый никак на гражданке просыпаешься пока встанет это скачил оделась а сколько вам дают минут мне все время было интересно ну когда поднимаются у нас физическая зарядка первые идет то быстро одеваемся откидка одеял проведение кубиков ну-ка мы будем на физическую зарядку полчаса у нас физическая зарядка бег разминка потом доходим умывка-помывка 10-15 минут мне нравится даже сленка у вас умывка-помывка кубрики на зарядка на улице у вас проходит вот видите каждое утро несмотря на погоду ребята занимаются где на гражданке скажите они бы тут такое проходило можно я сюда теперь зацеплю петличку вас как зовут вы откуда ну по своему желанию пришел потому что у меня брат служил тоже в основе в третьем батальоне и он всегда говорю если ты не трус то ты должен в армию пойти но скажите вот страх был потому что честно говоря ну айгуль это не секрет да что все боятся отправлять его результатами к сожалению ну что же я не знаю что произошло до в какой момент армия потеряла свой авторитет что вот и был какой-то страх да у вас тоже наверное просто зоны комфорта уйти просто многие привыкли жить в комфортных условиях рядом с родителями в теплом домике где у них все готово и у многих в основном страх выйти из зоны комфорта ну а здесь что здесь нет у этой зоны комфорта вас что-то вы же вас кормят одевают просто видите многие сейчас молодые люди привыкли гулять по клубам вот это все тут это все ограничено тут воспитывают наоборот чтобы такого чтобы таким не стал хорошим примером для других людей военный человек дисциплина как говорится а дедовщина есть нет такого нет это все стереотипы у нас есть старшие стрелки они нами командовать мы их слушаем и все ну как вы и сказали как я и говорила научиться управлять нужно научиться вы научились подчиняться вы теперь знаете что такое приказ надо беспрекословно его выполнять в жизни гражданской такое было нет вы всегда могли спорить правильно то почему я должен это делать так даже с родителями иногда то а здесь вы можете спорить вот армия научила понимаете это приказ не обсуждается это классика ведь не мы придумали тысячелетиями складывалась традиция военная военные обязаны выполнять приказы он может этому научиться только проходя военную подготовку и от этого поверьте если не дай бог что-то случится зависит его жизнь самого если он правильно исполняет приказ и жизнь всего подразделения в котором он слушает если командир скажет ему стоять а он не будет стоять если командир скажет убежать а он не будет бежать что будет здесь обучают беспрекословно не задумываясь доверять командиру верить как отцу и полностью выполнять его приказ вы идете поступать в академии гражданской авиации а вы куда пойдете о правда красавчик посмотрите вы что думаете вот есть такой стереотип опять же мне говорят ой ну какие из них врачи выйдут ну посмотрите на него разве не выйдет плохой врач да у из него лучший врач выйдет как травматолог даже он уже знает какие травмы могут быть 19 лет слушайте ну просто передавайте привет родителям вот вы будучи советником министра обороны за что отвечаете какое вас направление целом я курирую военное образование военную науку я в течение четырех лет являюсь председателем национального научного совета в области национальной безопасности и обороны и также являюсь председателем света директоров центра военно-стратегических исследований но помимо этого определенное время я была руководителем проектного офиса министерства обороны проводила функциональный анализ министерства обороны генерального штаба поскольку я ведь доктор экономических наук да и возглавляла кафедру менеджмента я автор большой книги по менеджменту все что касается вопросов повышения эффективности управления также относится в определенной степени к моей сфере в данный момент сейчас я также под моим руководством реализуется проект по внедрению принципов системы менеджмента качества в процессы управления министерстве обороны то есть система качества в армии нет или менеджмент министерстве обороны министерстве обороны менеджмент министерство обороны потому что министерство обороны это по сути как я уже говорил это как государство в государстве. У нас множество процессов управленческих. Это и снабжение, это и логистика, это и образование, юридические вопросы. То есть, по сути, мы охватываем все сферы, ведь люди у нас живут. Мы их кормим, одеваем, сопровождаем, что называется, обеспечиваемый досуг. Государство, новобранец. Вы же полностью на себя берете солдата, новобранца, то есть вы на себя берете. Его питание, вкусно, кстати, сегодня попробовали, и одежда, и там, где он спит. Боеприпасы, ГСМ, это все. Ну, то сколько обходится ГСМ? Трудно сказать какую-то цифру, потому что много денег идет на содержание инфраструктуры, на содержание военной техники. То есть, как бы, опосредованно это тоже, как бы, расходы на срочников, но это в целом расходы на содержание армии. Срочники являются частью армии, они принимают присягу. Поэтому сказать конкретно на одного человека, сколько тратится, невозможно. Но я могу сказать, что ежедневно каждый срочник получает не менее 4200 килокалорий в питании. Это значительная сумма. В соответствии с нормами нормами обмундирования, да, они получают все виды одежды, которые меняются, которые стираются, гладятся еженедельно. То есть, оно еженедельно. Кем? Солдатами? Нет, зачем. Есть специально банно-прачечные службы в каждой воинской части. То есть, солдатам не приходится с ними гладить? Нет, нет, нет. Нет, максимум, что они делают, они могут что-то подшить себе. А так стираются, гладятся все, обеспечивается соответствующими службами. Вы видели же сегодня, они с подносами берут еду, они же посуду не моют. Понимаете, они картошку не чистят, да, они не готовят. Все это выведено в аутсорсинг. Есть вот байки про советское время, да, когда они, наказание для солдата было «иди чисти картошку». Сейчас такого нет. Три раза в день? Три раза в день. Обед, завтрак, обед, ужин. Вот здесь у нас контрольное блюдо. Это вот то, что ест солдат, да? Солдаты, да. Это капуста? Это капуста, салат. Фрукты, гематоген, хлеб и полувитамины. Мне нравится хлеб, 4 прям куска хлеба. Ну, черный хлеб и белый. У них уже физические нагрузки большие, они на воздухе, поэтому им надо. Как создается меню? То есть, это же тоже стандарт, который утверждается? Конечно, есть требования по количеству калорий, которые должны быть ежедневно употребляемы. Есть перечень продуктов, которые они должны употреблять. Все это установлено, и это постоянно совершенствуется. Мне нравится гематоген вот так вот и лежит, да? Да, да, по одному. Дежурно по столовой. Можно я возьму? Да, 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 пожалуйста. Попробую. Сок и чай. Захотелось гематогенчик. Вкусненство, да? Чай горячий и сок плюс. Это можно выбрать чай, можно сок, да? Да. Нет, нет, и чай, и сок. И чай, и сок? И чай, и сок. Чего люди боятся в армию? И меню раскладка, которые задавали вопрос. Это на неделю утверждается? Мне же самой захотелось служить у вас тут. На неделю утверждается командиром части. Вот у нас сегодня восьмое. 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 Постоянный контроль идет качество питания. Во-первых, за это отвечает еще и командир. Здесь у него есть заместитель, который следит за качеством еды. С точки зрения министерства постоянно проводят инспекционные проверки. Это постоянно мониторинг. Ведь еда это основа жизнедеятельности военнослужащего. Ну, любого человека, не только военнослужащего. Поэтому от качества еды очень сильно зависит его и боевой дух, и физическая подготовка. Да, и работа. Вы же видели, парень говорил, был худощавый, здесь набрал мышечную массу. Потому что, во-первых, это физическая работа, чистый воздух и четкий распорядок огня, четкий режим питания, а не там где-то на ходу он перепустил гамбургером. Вы знаете, как еще один запрос современного мира, это тайм-менеджмент, да? Да, да, да. Здесь у вас четкий тайм-менеджмент. Четче не бывает. Я предлагаю сейчас попробовать солдатскую еду. Каждый самим получаете? Конечно. А, нужно самим получить, да? Да, 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 у нас сама служила. Без проблем. Гематогенчик я уже съела свою, кажется, порцию. Надо под нос снять. Вон под нос, посмотрите. Помогу я? Первый раз? Нет, я не первый раз, я же здесь у вас служила, да. Ложку. Так, ложку. Вау, какое жаркое. Шикарно, просто шикарно. Маганка и псалмай ухоймс. Аскорбинка же, да? Витамин, да, да. Вот видите? Обязательно надо по одной шутке взять. Обязательно аскорбинку в день он должен съесть, так что. Аскорбинка. Рахмет. Слушайте, разнос такой симпатичный, прям солдатский. В лесу нет, диета таким. Зато не ломается, понимаете? Я супчик не буду, потому что я много не ем. Нет, вы попробуйте просто. Просто, чтобы понять вкус еды. Ну, хорошо, давайте. Мне можно прям одну ложечку? Угу, рахмет. Так, это горячий чай, да? Слушай, ну, и посуда такая солдатская, да? Ну, гемотогенчик я возьму. Сок. А, и компотик, да, надо взять? Компотик. И... А хлебушек? Мне вот можно один черненький, и достаточно. Все. А куда можно сесть? Сюда? Сейчас мальчики нам помогут. Угу, рахмет. Вот курага, специи, вот салаты. А надо с подноса есть, да? Да, обычно подноса. С подноса ездят, да? Ну, попробуем солдатскую еду. Ммм, гороховый супчик. Заметили, не сильно жирный. Да, да. Такой сбалансированный баланс, да, сочетание жира. Сегодня практически все солдаты говорили о том, что они стали более дисциплинированными, что у них появился график в жизни, да, и даже... Это же тоже один из запросов сегодняшнего, да, мира, чтобы там правильное было питание, да, то есть там три раза в день. И здесь... Сбалансированный, да. Сбалансированный, да. Количество килокалорий рассчитано именно с расчетом их физических нагрузок, и оно отличается. У десантников больше, допустим, у других видов родной войск меньше, все просчитано. Набор веса военнослужащих – это обязательное требование к командирам в целом к армии. Военнослужащий обязательно в процессе службы должен набрать вес. То есть это требование? Это требование, да. Но они же приходят к вам в 18 лет совсем худенькими и уходят сюда уже. Есть полненькие. Полненькие ухудеют, худенькие поправляются. Вы же сегодня видели молодой человек буквально за четыре месяца набрал вес уже, да, набрал мышечную массу, потому что это порядок. Он питается всегда в одно и то же время. Вы знаете, что тогда человек как бы хорошо воспринимает, да, как бы потребляет эту еду, а не так, что лихорадочно там в течение дня где-то перекусить что-то. Нет, стабильно первое, второе, третье, все как положено. Ну, знаете, когда я сегодня зашла в казарму, это напомнило мне хостелы, которые есть во всех странах. Они недорогие, да, но у меня ощущение, что родители все-таки ждут как минимум трехзвездочного отеля от армии, да, что там кровать, поменьше людей, своя ванная комната, да. Наверное, у нас представление какое-то такое, да, ожидания такие. Но вы же понимаете, что это невозможно. Если он будет в трехзвездочном отеле, скажите мне, разве он будет понимать, что он в армии, скажем так? Вы где видели, чтобы в боевых условиях у солдат были хорошие условия? Они живут вообще в землянках, в окопах. Это же война. Никто не обеспечит им хорошие условия. Если он не будет знать, каково жить в одном помещении с большим количеством людей, он не сможет обрести навыки эффективного коммуникативного взаимодействия со всеми. Это же очень важно знать, как пойти на компромисс, как правильно свой характер, возможно, непростой, адаптировать к тому, чтобы взаимодействовать со всеми. И это очень важно с точки зрения именно коллективного воспитания. Они все мужчины. Они чувствуют, возникает чувство локтя, возникает братство, такое войсковое товарищество. Они остаются друзьями на всю жизнь. Вы же знаете, мой покойный муж, для него друзья с армии это было просто святое. Наверное, для каждого мужчины, кто служил в армии. Невозможно сделать из парня сильного мужчину, если не поставить его в более сложные условия, чем у него дома. Тогда он даже не почувствует и не поймет, каково это стать более терпеливым, выносливым, стрессоустойчивым. Но вам не кажется, что все-таки многие 18-летние молодые парни, молодые мужчины к этому готовы? Потому что сейчас мы говорим об инфантильных мужчинах, которые, придя в казарму, может быть, не все и выдержат, а тут нужно год продержаться. Не все же готовы к такой жизни? Не все готовы, конечно, но это надо. Это надо. И вы же видели сегодня. Здесь и родители должны, наверное, подготовить, да? А родители сами боятся. Мне кажется, родители даже больше боятся, чем сами новобранцы. Да. Но, как вы сегодня заметили, чат родительский есть в каждой воинской части. Вау! В одной комнате столько людей, да, получается? Это называется казарма. Все, кто служил в армии, знают, что это такое. Здесь еще и у них вырабатывается навык налаживать коммуникации, понимаете? Уметь идти на компромиссы, где-то сглаживать свои внутренние противоречия. Общение с ребятами в таком тесном взаимодействии рано или... То есть со временем приводит к тому, что человек становится адекватным в общении, где бы он ни был. Сколько здесь получается человек спят? Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, семнадцать человек. Семнадцать человек в одной комнате? Да, в одной комнате. Это одного. А какой у них распорядок дня? Распорядок у них идет 6.30 подъем. После 6.30 идет утренний туалет. Потом утренний физическая зарядка. Потом уборка расположения. Потом завтрак. После завтрака тренаж. С 8.20 до 8.50. Потом 9 часов по расписанию занятий. Начинается занятие до 13 часов. С 13 до 14 часов обед. После обеда у них идет самостоятельная подготовка. А они могут, например, вечером перед сном книгу почитать? У них есть свободное время для этого. А во сколько? С 19 часов до 21 у них свободное время. Личное время может погладиться, подшиться. 21.00 просмотр новостей. А сотовые телефоны вообще запрещены, да? Сотовые телефоны почему запрещены? Разрушается. Установлено есть время. Это субботу с 18 до 18.50. И в воскресенье с 15 до 16 часов. По одному часу в день субботы в воскресенье. То есть у них есть какая-то комната, где все их... Да, здесь они могут. Есть коридоры могут. Вот свободно, пока за армией передвижается и разговаривает, кажется, со своими родителями. А вы в родительском части состоите? Все телефоны у меня отцу команды. Можете показать? Могу. Вот сегодня у одного солдата у меня день рождения. С утра поздравляет родителей. Я же не успел еще поздравить. Сейчас, секундочку. Для этого телефон специально взял. Вы в WhatsApp переписываетесь? Да. То есть у вас все родители, да? Угу. ДШБ родители. Да, это одна только группа. ДШБ родители, 48. Бржанулы Багдавлит, Туанкуйна, Кутакхой, Саназар. А, солдат, да? Солдат, священную службу. А, вот смотрите, вот родители. Что они пишут? Что пишут родители? Вот так вот выглядит родительский чат. Да, да. И вот они пишут. Халдаранс Халай, Шакураман Исен, Кунжилу Полигонда и Ойндаман. Не Полигонда, Войндаман. А, салям рахмед сад, лекаман Исен Боланда. Салям, рахмед сад, лекаман Исен Боланда. Салям, рахмед сад, лекаман и сад. Халдаранс Халай, Баган Бржанулы Багдавлит, Туанкуйна. Родители переживают, чтобы про их сыновей не забыли, да? Что у них день рождения. Да, мы-то не забудем же, каждый день утром командиры, у кого день рождения, выводят, поздравляют их перед строем. А чья это была идея, Гуль, создать родительский чат? Наших офицеров, понимаете, да? Это, я же говорю, они как отцы. Как отцы командиры для своих солдат. Тем более сейчас такие коммуникации появились. Раньше не было таких возможностей чаты создавать, вы знаете, да? Сейчас армия полноценно в ногу со временем идет. В обществе широко распространены смартфоны, возможности интернета сейчас безграничны. Пожалуйста, мы этим воспользовались и сейчас каждый родитель, каждый день может писать командиру. Любое время, вот в разных ситуациях могут написать. И вы спокойно, да, тоже? Или вас это не отвлекает? По работе, это же и моя работа же. Я должен заботиться о солдате, как своего сына должен я смотреть за ними. Мы практически с подъема до отбоя вместе с ними, солдатами. Командиры постоянно с ними. Вот сами представьте, сына отправляете в армию, а он без связи, без ничего, в течение одного года. Это же для всех это может быть, да не то, что тяжело, это трагедия может быть. Поэтому солдат каждую субботу-воскресенье домой звонит. Если домой солдат в субботу-воскресенье не выходит на связь, родители выходят на родительский чат. Вот мой сын сегодня, на этой неделе не разговаривали. И поэтому оперативно мы сразу реагируем и говорим, почему солдат не разговаривает. Он наряде стоял. Все, после наряда он идет разговаривание. Он даже обязан, он даже если не хочет, его заставят поговорить с мамой. Может быть он в этот час хотел поговорить с девушкой. Да, да, да. Но он обязан поговорить с мамой. А если солдат заболел, если господь положил, сразу мы с ним вместе телефон. Потому что родители постоянно, чтобы на связи был сын. Потому что заболел сын, сразу же возникнет. А вы несете ответственность за всех ребят, которые на вашей шее? Да. Сколько у вас таких людей? Солдат более 300. Я конкретно точно не могу. 300 солдат? Более 300. И помимо этого есть у нас... За каждого вы несете персональную ответственность? За каждого человека. Я и командир. В ваших интересах, чтобы у него все было хорошо? Да, конечно. Это не то, что в моих интересах, это в интересах министра обороны даже. Он за каждого солдата отвечает. Поэтому министр обороны спрашивает за каждого солдата, почему так, почему так. А мы нищие звено, мы за каждое персональное. Командир отделения, сержант взвода, командир взвода, командир рот. Мы все ответственны за них. Вы убедились? Убедилась. То есть это раньше действительно в армию ушел солдат? Вот раньше не было сотовых телефонов, вспомните те времена. Действительно, он ушел в армию, только письма он мог писать. То эти письма месяцами доходили, не доходили. Возможно, да, по-разному. Сейчас мы идем в ногу со временем, и мы не закрываемся от общества. Пожалуйста, телефоны, да, он приезжает сюда с телефоном, они все хранятся у командира. Ни разу не было такого случая, чтобы чей-то телефон пропал. Но это никому не нужно, понимаете? Посмотрите, командиры, это же офицеры с высшим образованием. Это же не с улицы мы их набрали, вы понимаете? Это все достойные люди, достойные отцы семейства. Они все имеют соответствующие воинские звания, ордена, медали. Он отвечает за каждого солдата головой. Поэтому он сам заинтересован в том, чтобы сын не переживал, что там с мамой, с папой. Дети тоже переживают за своих родителей. Чтобы родители не переживали, потому что это отражается на морально-психологическом состоянии срочника и в целом коллектива. Поэтому все делается для того, чтобы с морально-психологической точки зрения и срочник, и его родители были спокойны. Мне сегодняшний командир очень понравился. Вы же видели? Он такой добрый. Я почему-то думала, что командир такой строгий, очень строгий, да? А он такой добрый человек, Талхат. Вы знаете, истинно строгий человек ведь всегда добрый, Динара. Я вам как педагог говорю. Потому что я очень строгая, но в душе все, кто меня знает, знают, что я очень добрая. А как без строгости? Когда человек слишком добрый и нестрогий, он оказывает медвежью услугу. Ведь строгость нужна для воспитания. Но именно в строгости заключается его доброта. У каждого командира так. Потому что ты желаешь лучшего. Конечно. И ты старше него, и ты понимаешь. Когда ребенку вы на выбор поставите, что съесть мороженое, или вы учите английский, что он выберет? Мороженое. Конечно. Но вы же взрослый, вы же понимаете, что ему нужен английский. И вы будете строго и скажете, не ешь мороженое. А он обидится. Он будет плакать и говорить, я хочу мороженое. А вы строгое, но доброе. Вы знаете, что доброта заключается в том, что вы желаете ему лучшее. Нет, не мороженое. Ешь, изучай английский. Так же и армия. Понимаете, да? Вот что, конечно, парень что выберет? То ли веселую жизнь клубную, вечеринки. Студенческую жизнь. Студенческую, там, беззаботную. Тик-ток и так далее. Или аскетическое времяпровождение, скажем так, в постоянных учениях, боевой подготовке, физическая подготовка. Каждый день подъем в 6 утра. Что он выберет? Да, он выберет легкую жизнь. Слушайте, если бы я стояла сейчас перед таким выбором, будучи молодым человеком, я бы выбрала бы армию. Вот видите, потому что вы сейчас уже сможете с высоты возраста. Ну, потому что я выбираю трудности всегда. Мне кажется, что именно трудности делают нас сильными. И поэтому вы добились успеха, потому что вы не искали легких путей. Я сегодня вместе с вами по морозу ходила по армии. На всех учениях в казарме, да. И я даже, кстати, вот когда, давайте поставим даже это видео, в 2011 году я участвовала в программе «Особое задание». Я, представляете, из трех людей, я единственная, кто прошел вот эту полосу препятствий. Элементы не пропускала. Я сам до конца смотрел. Показал свою внусливость, дерзость. Девушка, это нормально. Динара Саджан, молодец. Приятно удивила своим поведением на полосе. Прошла ее достойно. Благодарна вам сегодня за то, что вы вообще есть в этом Министерстве обороны единственная женщина, которая может так спокойно, доступно рассказать о том, что армия, она безопасна. Да, друзья мои, мы видим, что происходят несчастные случаи, да. Мы теряем иногда новобранцев. Но мы должны верить в свою армию, и мы сами должны, в первую очередь, отдавать своих детей, доверять своих детей государству для того, чтобы завтра мы имели сильное государство и сильную армию. То есть мы должны тоже понимать свою ответственность. Вы знаете, я бы вот здесь несколько добавила. Не давать детей государству. Вы живете в этом государстве. Ваш сын и так в этом государстве. Но нам все равно кажется, что мы отдаем в армию. А вы, как говорится, посмотрите с другой стороны. Вы просто делаете вашего сына сильным. Вы делаете его настоящим защитником, который будет вас защищать. Понимаете? Защищать всех, кто вам дорог. Как это важно? Как это нужно для того, чтобы здравый смысл, здоровое общество спокойно развивалось и шло в будущее, не переживая, что если, не дай бог, что-то случится, оно окажется беззащитным. Понимаете? Что у нас будет много трусов, предателей, которые сбегут при малейшем же, как говорится, выстреле. Нет. Это не свойственно нашим казахским традициям. Вспомните, каждый аул, каждый род обязан был выставить определенное количество молодых людей, чтобы они шли на войну. Разве было такое, что кто-то искал... Откуда у нас батыры? Разве были понятия отсрочки в то время? Разве можно было сказать, нет, вы знаете, у моего сына маленький ребенок, поэтому он не пойдет воевать. Это был позор, если какой-то аул или род не выставлял своих молодых парней. И ведь никто не переживал, что они там погибнут, потому что это его долг, а это наша земля, а он обязан защищать нашу землю. А что изменилось с тех пор? Разве что-то изменилось? Ничего не изменилось. Наши предки сохранили нам такую огромную территорию. Они сохранили нам, они передали нам традиции самоотверженного служения этой земле, этому народу, который имеет многовековую историю. Разве мы теперь будем искать повод, чтобы сбежать от армии или отсрочку? Почему? Почему? Потому что мы не хотим, чтобы наш сын по морозу в 6 утра делал зарядку или жил в казарме, при этом хорошо питаясь, заметьте, тепло одеваясь. Вы видели, да, как они сегодня были тепло одеты? Но это неправильно, на мой взгляд. Это деформирует ментальность нашего народа. Мы не такие. Наш народ не такой. Наш народ знает, что ради того, чтобы стать сильным, надо пройти испытания. И наш народ проходил множество испытаний. И поэтому мы такие сильные. Может быть, сегодня мы занимаем достойное место в мировом сообществе, потому что мы прошли эти испытания. Но дальше двигаться надо. Еще более, возможно, сложные времена нас ждут. Мы видим, как изменяется мир на наших глазах. Мы должны готовить наших детей к тому, что, возможно, им придется столкнуться с проблемами, о которых мы не знали. Каждое поколение в своем развитии переживает те или иные трудности. Мое поколение пережили тяжелые времена, кризисные, экономические. Мы же не знаем, что будет завтра, через год, пять, десять, двадцать, пятьдесят лет вперед. Мы не знаем. Но мы всегда должны быть готовы к испытаниям. А для этого у нас должна быть сила духа, терпение, воля и, самое главное, бесстрашие перед проблемами, которые могут возникнуть. Армия это дает. Трагические случаи очень тяжелы, поверьте, в первую очередь для нас. Боль каждой семьи мы переживаем очень сильно. Но мы не можем отступать. Мы не можем, скажем так, из-за страха, что возникнут такие трагические ситуации, не заниматься военной подготовкой. И потом, еще раз говорю, нельзя судить по единичным случаям о всей армии. А это сотни тысяч. Это не системные явления в армии. Это трагедия, которая, к сожалению, имеет место, потому что это жизнь. Без Саус Ахбардемис. Дениса Тена убили, знаем, да? Как переживало все общество. Но ведь от этого не перестают у нас заниматься конькобежным спортом другие ребята. Понимаете? Жизнь продолжается. Мы на то и сознательные люди, чтобы двигаться дальше, преодолев боль, сделав выводы, изменив те или иные факторы, которые привели к этой трагедии. Надо двигаться дальше. Армия сегодня делает все, чтобы родители не переживали за своих ребят. Вы в этом убедились. Я сегодня в этом убедилась. И мало того, не просто убедилась. У меня появилось желание, чтобы мой сын пошел в армию. Я сегодня точно для себя поняла, что не надо этого бояться. Там бояться нечего. Все условия созданы. Вот мой коллега Тимур Руслуханов, служил 20 лет назад, постоянно про армию мне говорит. Говорит, я уже 20 лет слушаю эти истории. Поэтому, Айгуль, спасибо вам большое, что вы сегодня, мне кажется, для многих открыли глаза. Это интервью, наверное, должно было состояться для того, чтобы многие просто... Ну, нам об этом просто не говорили. Поэтому вам спасибо большое, что вы нам сегодня показали, рассказали казахстанскую армию. И не все так плохо. И не надо жить стереотипами. Лучше один раз, как говорится, увидеть, чем миллион раз услышать. И не надо этого бояться, потому что о хорошем, как правило, не говорят. А все такие трагические случаи, они, как всегда, на виду, да? Я вижу, что вы, как ответственный гражданин, готовы отправить своего сына в армию. Готова. Я за это вам благодарна. Я искренне надеюсь, что не я больше, а вы больше сегодня открыли глаза многим нашим зрителям. И верю, что это станет новым трендом в нашем информационном пространстве. Поддержка армии, поддержка командиров, поддержка срочников. Давайте дадим им дух. Давайте не будем из-за отдельных, не совсем добросовестных командиров всех чернить, а их десятки тысяч. Давайте скажем, мы знаем, всякое бывает, но мы верим в вас. Мы знаем, что вы в нужный момент встанете и нас защитите. И мы всегда будем вашей опорой, вашим надежным тылом. Давайте так говорить в информационном пространстве и поддержим армию. Можно еще маленький момент скажу. Моральный дух – это практически победа. Как бы не был вооружен солдат, но если у него не будет морального духа, он проиграет войну. Вы же видите, что творится в мире. А как моральный дух формируется? Поддержкой народа. Если народ не верит в армию, не поддерживает и не гордится армией, откуда будет моральный дух у солдата, у командира, у офицера? Вы думаете, он формируется приказами руководства? Нет. Нет. Моральный дух формируется поддержкой. Его можно только прочувствовать. Потому что, когда он идет по улице в военной форме, смотрят и говорят, молодец, жарай сын. Потому что его сын ходит в школу, а ему говорят, твой папа молодец, он военный. Вот так мотивируется человек. Народ должен гордиться своей армией. И я уверяю вас, армия наша этого заслуживает. Вы это сегодня увидели. Субтитры создавал DimaTorzok